«Твое здоровье, чистый воздух, вода и пища», написал древнегреческий историк Геродот. Для него были неизвестны такие понятия, как загрязнение окружающей среды и выхлопные газы. Нам же это знакомо очень хорошо. С каждым годом на дороге региона выезжает все больше автомобилей. Конечно, законодательство регламентирует, какие транспортные средства могут эксплуатироваться. Для всех автовладельцев обязательным остается ежегодный техосмотр машин, во время которого, среди прочего, устанавливается количество выбросов в атмосферу выхлопных газов. Подобные проверки должны проводиться с помощью специализированных приборов, которые прошли ежегодную поверку. Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что юридические лица, которые оказывают услуги по проведению технических осмотров с последующей выдачей диагностических карты о допуске в соответствии транспортного средства к эксплуатации, применяется оборудование на предмет установления выхлопных газов в автотранспортных средствах, не прошедших ежегодную поверку. В связи с этим, выводы о соответствии транспортного средства по содержанию выхлопных газов являются неправомерными. За допущенные нарушения Федерального и природоохранного законодательства, природоохранной прокуратурой в отношении виновных лиц вынесены постановления о возбуждении административного производства с требованием немедленного устранения нарушений. Чтобы не быть голословными, мы решили обратиться в Рязанский гидромедцентр, который следит за состоянием воздуха. Справедливости ради стоит отметить, что виновниками загрязнения воздуха являются не только выхлопные газы от машин, но и промышленные производства, эксплуатация тепловых и атомных электростанций, котельных установок, бытовые отходы. Список можно продолжать бесконечно. В апреле месяце уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный и определялся превышением предельно допустимых концентраций диоксида азота и сероуглерода. Предельно допустимых концентраций превышали норму от 1 ПДК до 1,3 ПДК. Специалисты утверждают, что несмотря на небольшие превышения, ситуация в апреле этого года значительно лучше, чем в прошлом году. Сотрудники Рязанского гидромедцентра четыре раза в день берут пробы атмосферного воздуха в четырех районах города – в Приокском, строителях, Сысоево и в центре. После чего уже в лабораторных условиях определяется содержание вредных веществ, среди которых диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид, сероводород, сероуглерод. Кроме того, специалисты берут пробы на содержание в воздухе бензопирена и девяти тяжелых металлов. На стационарных постах у нас отбираются пробы вот такие вот сорбционные трубки и вот такие вот приборы барботажного типа, называются они поглотители Рыхтера. После этого к нам доставляются пробы и вот эти трубки ставятся в пробирки, переводится содержание в пробирку и дальше анализируется на фотокалориметре. Атмосфера – многокомпонентная среда, которая меняется в связи с множеством факторов. Но один вывод сделать все же можно – все загрязнения воздуха связаны с деятельностью. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город».